здравствуйте друзья мы снова вместе сегодня у меня очень мощная группа поддержки я правда не вижу здесь экрана которым должно быть мое лицо так может вы видите нас может не видите но на всякий случай тимош поздоровайся здравствуйте так где его иван здравствуйте вот видите какая у меня группа а самое главное я вам представляю восходящую звезду российского садоводства пройдет время мирового савинич елена Александровна вот добрый вечер надеюсь видно непривычно в этот раз в окошко такого нет где наш физиономии ладно так вот начинаем значит так елена Александровна почти едет в Мичуринск как он называется международная конференция Мичуринские чтения международная вот надеюсь у нее готов свой доклад она много общаемся она в моем саду уже свой человек вот там сколько варенья на кухне много а сколько у нас сот килограмм пропало от них абрикосов вот ну не знаю наверное килограмм 300 или больше это пропало да ну что можем успеваем на варенье значит так когда-то надеюсь все будут также варить варенье так вот это вы к нам не ходите не мешайте теперь значит мой вариант доклада выглядит так поехали значит так вот железо ВК после специального обучения передал мне свои уникальные сеянцы клоны сортообразцы и формы для вращивания новых поколений и еще свое понимание прошлого и современного садоводства подробнее расскажу ниже я надеюсь друзья что вам доклад понравится почему здесь много секретов которые прям вот на поверхности лежат но о них почему-то наука не знает и Елена Александровна будет мостиком она будет представлять любительское садоводство и так вот эта таблица чтобы не быть пустомели потому что когда говорят что у вас там очень тепло что у вас там украинский климат значит вот это вот эту таблицу мне прислал Курдюму он про Сибирь знает больше нас а Курдюму можно верить итак Новосибирск, Красавица, Челябинск, Абакан, Майя, Черемушки мы смотрим очень коротко очень быстро чтобы вы не испугались Новосибирск минус 18-20 это средняя за 3 месяца так Селябинск намного теплее 14-19 Абакан, Саногорск ближе к Новосибирску сравнивайте тут 20 тут 19 Так теперь Майя на Черемушке примерно такой же и наконец Красноярск так же как Новосибирск то есть о каком климате микроклимате можно говорить да можно на градус 2 всегда теплее чем допустим там у нас же еще и степи есть и горы вот пойдем дальше в общем миф я рассеиваю не совсем но почти совсем что то наши достижения только благодаря этому пользуясь случаем представляю это я вам информацию даю хотите огласите хотите нет но это очень важно пользуясь случаем представляю остальных членов нашей творческой семьи причина они молоды трудолюбивы и талантливы и могли бы пригодиться науке Итак Антон Валерьевич Сафронов он же интернет издательство о жизни на земле он же занимается интродукцией железовских материалов Кемельской области он же создал длинный ряд фильмов о саде железов как о феномене не вал ночевал но создал является компьютерщиком тут надо было написать крутым компьютерщиком и помощником ВК по организации десятков обучающих вебинаров кто не верит посмотрите на экран это его работа фото не прислал совершенно не публичный человек как его заставить уже который раз прошу Денисенко Андрей Иванович я не так список короткий не будьте так занимается интродукцией железовских материалов в Шушевском районе Красноярского края участвовал в создании больше трехсот учебных фильмов железов для дачников школ техников и вузов по тематике садоводству здоровья и тайны единственное что школа техников и вузов про это не знают вот так бывает активный пропагандист здорового образа жизни вот это и Денисенко вот а теперь посмотрите на его лицо вот у них светится ум знание и энтузиазм Троценко Павел Николаевич начинающий садовод но опытный компьютерщик вот вот он у меня в гостях вот а еще Павел Николаевич является редактором и издателем книг и брошюр Железова вот эти книги посмотрели заказали или забыли так вот это еще брошюра и у нас есть подозрение что ни один ученый Елена Александровна эти книги не читал почему те которым я вручила те уже наверняка прочли положили на полку и забыли реакции это ноль Железов Сергей Валерьевич это последний младший Младший Лучший по качеству Кстати я введу электронные адреса Общайтесь Лучший по качеству плодовой морозостойкости Зимует на морозе сад питомник Сибири То есть сочетание да А то что зимует на морозе это феномен Агроном Закончил Шушинский сельхозтехнику Вот он в работе весь Вот Представьте себе что у нас есть маточный сад Спросите в любом этом интернет-магазине где их сады Так вот Ну и Железов себя представляю Если вы там обо мне обмолвитесь Потомственный садовод Фермер Кавалер ордена трудовой славы Автор более 300 публикаций в газетах и журналах Автор более 400 учебных фильмов Для датчиков школ технического узла А еще создатель лучшего в Сибири и Северной России Сада с сортами российских мировых стандартов А еще автор бумажных книг и брошюр Вот это все Пока правда не нужно Но не зря что вы туда едете Вот он я Вот в таком виде Это урожай трех яблок Так Теперь Ну еще не удержался Вот напишу На фото выше основателей Неизвестного науки сайногорского феномена Садовая элита Вот Я в этих Среди них Самый рядовой У меня просто Самый разговорчивый Самый наглый Так Но среди них В общем Это Уникальные люди Вот Каждый заслужил государственную премию И так далее Прям было Теперь О том О чем О том что больше можно говорить Может нет Но свою фотографию покажут Лучше обязательно сказать Вот Они могут за суть Однажды 25 лет назад Среди привычных Желтых Оранжевых плодов абрикосов Оказались Такие красные Это был Просто первый случай Первый снимок Появился Красивый фотоаппарат Который снимает красиво Да А у меня все оранжевые Откуда ты взялся Идем дальше Прошли годы Количество чудес Превысило критическую отметку И вот оно Откровение Его Железова Первый с полутора сотен постулатов Предупреждаю На страницах Вестника Садовода Крутого журнала Ученая дама написала Железов несет дичь Вот она дичь На планете Земля Изначально Росли именно Культурные сорта И виды плодовых растений Последствия Из-за природных катаклизмов Одичавшие Вот И все это сказки Что это мы их вывели Человеки А эти фото я поместил здесь Как почти Библейский сюжет По качеству плоду Вот смотрите Я поднял еще Знаете что это Об основном Это об основном Еще первое поколение Еще последних не видели Вот пожалуйста Любуйтесь Первые опыты Вот так выглядели Вот И за каждым таким опытом Позже открытия Пошли косяком Это переделка Посредственный сортов Библейский Берем Дерево Смотрим Увеличиваться Привело меня к этой дичи Которую Меня обозвали Что железо несет дичь Что не мы их оккультурили Просто я нашел способ Вернуть им Райские качества Скажите что в районе Они были Крупнее Вот эта линейка На многих Это Когда вы видите На интернет-магазинах На сайтах Питомника Эту линейку Знаете Украдены мои фотографии Все эти фотографии Были украдены Кроме там где лица Вот 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 так Мое личное изобретение Мы сегодня Что с вами видели Фотографии делали Абрикосы Висят на дереве Так Там была Пчелы Жуки И жужелица И жужелица Все это Жрало плоды Прямо на дереве Не упавшие Прямо на дереве Представляете Какое у них качество Фотографии сделали Вот Тимоша Наш Будущий Вот Черешня Мировые рекорды По урожайности Высоте И морозостойкости Колонн На подвоях Корневых Отводка Ягодной Яблони Сибирки Короче когда ерундой Перестанут заниматься Я имею ввиду ерундой Это Эти маленькие Искусственные клоны Наворачивали Это Это на отводках Смотрите Вот один Снимочек Видели Не колонны Второй Снимочек Мировой рекорд И вот Третий Снимочек Пожалуйста Представляете Если бы Уже бы Сдох Если бы Не эти Так Прививки лучших сортов груш Насеются Дихие Уссурийские груши Без потери вкуса плодов Один из моих феноменов Уссурийские груши Не ухудшают Вкус Ни на Грамм Сахара Ни на миллиграмм Сахара Дают Величайшую Морозостойкость Так Вот И С первой попыткой 100% Практически Единственное с кем я не работал Не совмещал груши Как начал лепить их 30 лет назад Так до сих пор это Вот Не надо было работать Там Как с этими С сибирками С маньчжурскими абрикосами Попробуй приучи Тут все сходу Вот это Один из феноменов Открытие Которое мне Ничего не стоило Кроме Кроме Эт Мальчжурскими абрикосами Так Неукровные персики Вот Ну Это я уже без Комментария Вот такой высоты достигает Груша На Уссурисках Железобиолокатовщик утверждает Обладением Навыками Биолокации Должно стать Научной дисциплиной Для всех студентов Всех Или хотя бы Сельхозвузов Так называемая Гепатогенная зона Это Первое Кстати я Когда фильм Посмотрите Скоро фильм Выйдет завтра Послезавтра Вот Дело в том что Он Очень Интересен Вот Полезен Я забыл одно сказать Значит Природу Патогенных зон Это мой вариант Потому что их много Разломы в земной коре Оттуда идет Излучение Которое губительно действует Первое Массовая гибель плодовых деревьев Не имеющих возможности Выбирать места для жизнеразможения Куда тычем Туда тычем Второе Аварии гибель людей На дорогах Третье Болезни Даже онкология При постоянном проживании В ГПЗ Это Лотерея Тут же рядом Здоровый человек Тут же рядом умирает Вот это Авария Авария Так сделан Но нагнетать не стали Я придерживаюсь Другого мнения А еще один наш Россиянин В одном из областных городов Сунулся в это самое В ГАИ Получил отлук Пошел Ты нам каждый знак Обходится в это Там Полмиллиона А ты еще своей А у него Ярко Красная капля Огромная Нарисована Вот Мой вариант самый жестокий Самый жуткий Но только вот это вот Череп кости Могут заставить Человека притормозить На ровной дороге Где Нет Ни малейших признаков Опасности Разве что кроме Памятников Памятников Памятных знаков О погибших Вдоль дороги Дальше Железо бьет тревогу Это Захочет ли она Санна Скажет об этом Не захочет Не скажет Это проблема Всероссийская Проблема Гибели Или спасения Государства Тысячи Сотни Последние сотни лет Особенно Отвоевали У природы Пахотную землю И сейчас Мы Жалкие Несчастные Потомки Полуспившиеся Полуопустившиеся Что делаем Вот это вот Появилось Объявление Еще Когда Здесь было чистое Поле Больше Участок Никому не нужен Без зарос И так зарастают Не тысячи Нет Это много Десятки Сотни Миллионы гектаров Вот Никому не надо Вот это страшное Раздели ты земли на участки Отдай людям Ведь Не будет зоны выбрасывать Отдай Скажи Загораживай Расти Строи 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 Нет А здесь Строицы запретили Даже туалеты И здесь Все это Оказалось Никому Никто не смог купить Вот А вот это вот так Зарастает Пахотная земля Вот о чем я говорил Страшное предательство Учитывая авторитетность Этого семинара Прошу серьезно А прислушаться К моим словам Дело в том что Все таки семинар Все таки международный Может какой нибудь там Случайно окажутся Корреспонденты Может быть правда Кто нибудь там Из этих самых Из чиновников А может из тысяч чиновников Хоть один найдется Который поймет о чем речь идет Вот Еще одна вещь Настолько Несовместимая С общепринятой практикой Общение с лесорубами И личное наблюдение Железова Вывод Восстановление лесов После пожаров не нужно природе Это изобретение воров Гигантский лохотрон Второй пасе вырубки лесов Лохотрон А спусковой крючок Уже нажат Политиков и Хозяйственников Никто не научил Что деревьям Была предназначена Важнейшая роль Быть насосами По переправке воды Из почвы на небо А вот теперь получаем Да получались Вот на улице Дождь бесконечный Так Следующий момент А там Елена Александровна Хотите говорить об этом Но дело в том что Это Больше нигде Никому не дают И там Тут же забудут ваши слова Может не стоит говорить Но то что После пожаров Лес восстановится сам А то что делают Тратить гигантские деньги Это дурь Лохотрон Обман Воровство И главное Это лесу не нужно Это просто Люди Из этого все выжимали Так Телегония В саду Железова Реальность Телегония Знаешь что такое Ну назовем это так Половой связи без зачатия Так назовем Скромненько Потому что телегония Слово Чуть ли не матерное В науке И еще в кавычках берут Якобы его не бывает Смешанный сад Это и я Говорю Что это реально Смешанный сад Из диких Полукультурных И культурных сортов И видов в целом Это опыление Без зачатия Здоровья Морозостойкость И совместная защита От насекомых Облетит дерево Которое Отпугивает Насекомых Заодно облетит дерево Которое Насекомые Сожрали бы Вот Что вы видели То видели Теперь Моносад Помните Советы Не садить дикари Скульптурными Моносад Это деградация болезни Так же как и самоопыление Ну Один из примеров Вот они Небрачные связи Это Так А там Знаете Когда Это Мне же Может быть Может это ошибка Если вы вот это будете рассказывать Почему Потому что Как сказал Курдимов Из-за вот этих Вот этих самых Моих утверждений Та же Терегоне Те же Смешанные сады И много чего Вас Когда всерьез Научный мир не примет Он бы меня и так не принял А уж Конечно не примет Вся надежда на вас У вас За вами Красноярский институт А Академия Да Как она правильно Красноярский аграрный университет Красноярский аграрный университет За плечами У вас там и поддержка есть Вот Смотрим Так Вот это я слово Интродукция Для чего применил Потому что все таки Не для вас Вас там учить не надо И ученые знают Что такое Сейчас в данный момент Наши зрители Это Намеренно Или случайно Заселение Какой-то территории Новым Для данной Территории Видом Породом То есть вы поняли И вот один из примеров Железова Сенцы абрикосов Селекции Бродского При море В центре Сибири В самое сырое лето и весну Каждый день и дождь практически Ни одного пятнышка грибов Вот она Это абрикосы Бродского Вот Естественно что Приходит посылка Вот И этот вид Заселение Какой-нибудь Территории Вот так Они проехали Несколько тысяч километров Все таки Климат разный И случилась Такая вещь Как самое сырое лето за 35 лет И вдруг Заметили у нас это самое На половине груш парша На половине нет Уже селекция Уже ясно Какие черенки Высылать Высылать Приморье Какие черенки Высылать Питер Абрикосы у нас Никогда не болели И мои сейчас не болеют И Бродского не болеют Но это пример Именно интродукция Мы это уже тут Привычная А вот свежак И что вы думаете В пятнадцатом году Посеянных косточки Мощнейший рост Три с половиной года Мощнейший рост Вот На четвертый год урожай Одна из веток Насеянца Это еще один пример Насеянца Мальжурская буря Косточка провисела до зимы Я косточки даже не собирал Мне не до этого Просто если бы В моем саду Если бы он был бы Какой-то грант Был бы там На жизнь Если бы Отслеживание Было со стороны Ученых То есть забирайте его Ради Бога Ведь этот косточек Можем растить Настолько поздний абрикос Что он ни под какой Завороток не попадет Вот Но Бесполезно Эти косточки По воде Упали И исчезли Так Это могло стать Направлением Создание поздних сортов абрикосов Не попадающих В подозвратные Заворотки Но не стало Задернение А снега А снега нет И сорок градусов На трассе Абакан Минуссинсин Вот это в квадрате Треугольник И вот это вот При таком морозе Когда нет снега Чувствуешь себя Идиотом каким-то Натурально Я же Наречанин Там же В этом году была Прям в городе Три метра снега Вот так Вот весна Так Вот лето Вот Задернение Это Одна Одна из основополагающих Моих приемов Которые требуют Что Внимание Устал Страшно Я сегодня Переделены Шанны Прикал Устаешь Страшно Ведь это Задернение Это тяжелейший труд Ведь нам Советуют все это Держать по черным парам Говорят Орехлите А она же лезет Орехлите А она лезет Орехлите Вот Мы только Косили уже 4 раза В дожде А она лезет Это лето короткое Вот А я так страшно устаю Ничего не делаю Вот это и задернение Траву не убираю Эту Скошенную Листья не убираю Ну Вот так выглядит С горечью Железов Отмечает Исчезновение Ранеток Даже в Сибири Возродить Можно только прививками Кто Когда Где Объясняю очень коротко Дело в том что Ранетки Действительно Были сибирскими Возможно Первое поколение Могли Вырасти В довольно Культурные Вкусные плоды Плюс Продукты Переработки Так Прямо 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 И семян Но потом Произошло Настолько Одичай Как ее назвать Как ее назвать Регресс Что Больше Ранетки Не являются гордостью Сибири Зря вам сказали Что вы там в Сибири Ранетки Ну то есть Ранетки Край Даже это уже нет К сожалению К огромному Теперь Как можно вернуть Я вам показал Тут А мы будем отдельно разбираться То есть Будет еще вебинар Так дальше пошли Ну вернул я Крупность Вернул Но это отдельная работа Ребята Кто будет прививать Кто Ведь если я Сергей привет Тысячу вранеток У него придется И та же Маньчжурские абрикосы Жердели По 250 рублей Ведь сотни штук уничтожил Куда дальше растить то 250 рублей Никому не надо Это при том что А Поехали Ниже фундамент Яблоневых сандов Ягодная Яблоня Сибирка А точнее ее корневые отводки С содержимым ростом Вот это она В лесу Вот прямо тут копаем Находим такие делянки Вот Практика работы питомники Это готовая корневая отводка Из глухой тайги Как получилось Биологическое совместимое С культурными прибоями Это открытый А кстати Мичурин сказал Что это невозможно Но он же открыл метод Насыщение ментором Так И Железо Совершенствовал С помощью метода Наслоения ментором То есть Насыщение ментором И наслоение ментором Соединили Вот Дали объяснение словами А Я говорю Нет Железо Александровна Не будем отклоняться Иначе мы все Никогда не закончим А нет Все таки Раз я написал Объяснение словами Ну Про насыщение ментора Кому надо Прочтет Что такое Наслоение ментора Вы знаете Привили Получили Пусть немного Качественных Саженцев У меня бывали случаи Один из десяти Бывали случаи Там Двадцать из ста Естественно Выбираешь Уже с привитых Пусть немногочисленных Лучшие Один Два Три Второе поколение Но желательно Чтобы по двое Были родственниками Родственниками Вот Первому поколению Привили Количество прививок Уже больше Даже если Казалось бы С одной стороны Дикарь С другой стороны И так далее И так далее А потом самое интересное После трех С четырех поколений Культурные Привой Так насыщаются В одном Случае Манжирским Абрикосом В другом Случае Это гены Китайской Селивой Морозостойкой В третьем случае У сирийской груши В четвертом случае Это Сибирка В пятом случае Это Там допустим Вишня Сибирская штамба Супер Морозостойка Уже Подвой От них Насытился Игенами Так Что нам не надо Улучшать И оккультуривать Подвой Берется Веточка А эту Бери Самую глухую теги Тоже Сибирку Приживается Так как Приживается Мы с Вами Видели Дириану Где из ста Было И причем Они были Горозно Все Чем о нас Думают Эти Ученые Европы Так Не в обиду им сказано Они думают Что у нас Они должны быть по колено А они у нас Уже сейчас Полтора И выше метра Так Привиты у земли И практически все Тоже То есть Может быть Сотни Один Два И то Мы по моему не нашли Искали Вот это вот И есть Насыщение И насыщение Ментора Это поколение За поколением Железа Насыщение Ментора Ну в принципе Даже само слово Понятно И вот они Эти С глухой тайги Корней практически нет Смотрим Сразу Вот это вот Прививается Мощный рост Так И вверх И вниз Практически все корни Вот такие Ну разве можно с такими Корнями Обижаться Одно Одна из Таким способом Сибири Яблоня Яблоня Канада Я Яблоня 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 져 Яблоня Яблоня Она Законя Леоня саженцев , микро парнички из бутылок и так в это время при температуре минус 5 плюс 5 начинается привыкть потом может быть что угодно зима вернется там все у меня такие фотографии в сотни вот но уже под бутылками не опасно и вот отсюда начинается вегетативный период несколько градусов бутылка дает и плюс повышенная влажность значит сращение лучше ведь она же как бывает почему не сращивается снизу должен поступать этот сок а сверху он просто высыхает вопрос что раньше высохнет или насытится соком а значит что делается на границе между подвоем привык вместе привык там идет страшная борьба и кто победит победит подвой привыка мертва а тут еще и это пока борьба идет не пропускает они должны сосуды чтобы больше пошел сок у них должны срастить сосуды как у людей которые сшивают сосуды на отрубленной руке отрубленном пальце вот так лучшие саженцы остаются навсегда прямо в питомнике вытесняет сам питомник на новое место и становится матовским садом практика железово вопреки авторитетам черенки только с молодых деревьев до 5 лет да получаем разброс качеств плодов но при максимальных урожаек и жизнестойкости зимовка прямо на морозе вот это вот прямо вот это самое остается самая лучший саженец превращается в этот маточник общепринятая важнейший момент общепринятая и растиражированная сми заглубленная посадка семян особенно абрикосов и груш это массовая смерть в садах причина гниение основания штампа оказавшегося под землей любуйтесь вот комаренко этого не знает вместо того чтобы согласиться уже наверняка в душе согласна но зачем было это человеку антону сафрону который представляет 20 тысяч подписчиков взять и написать нет все таки закапывайте вот она закопка этот саженец умрет сто процентов вот этот саженец умрет сто процентов а вот этот не умрет вы знаете когда кошки под землей все равно кто же их выкапывает мне в голову не приходило что мощная сила роста да он же это вот начинает ведь были под землей я на селе думал размыло что-то я тут это крыша не прям с под земли в это и такая мощь получается вверх ногами как бы на уши а на самом деле на ноги становится вот а вот это вот смерть стопроцентная если столько это рассказать и вас послушает там сто или 200 человек да это будет даже ради этого ехать ради этого мы с вами это за свой счет и вас везем только ради этого чтобы уже 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 абрикосы появятся в россии уже как написал сычок в 2004 году в представительном хозяйстве тогда миллион человек пришло цитирую высшее уровне воронеж курск абрикосы можно писать по пальцам а почему я утверждаю голову насечения даю вот почему вот почему но об этом так случилось никто не знал это результат здоровья символическая закопка вот она но всегда предупреждаю никогда нельзя нет идеальных технологий тут курдева прав вот если все какой-то компромисс бы потом откопать закопать поглубже чем глубже закопаешь тем ему там хорошо он запросто из 50 сантиметров 5-10 он вылазит я проверял вот еще и гуще вылазит еще и лучше отсидится заморозок потом это там он бывает как когда не глубоко закопан пригрела почву ура раскрылся мороз ударил нету так а уже больше ждут это же еда из миллиона косточек 999 тысяч это не да это и природа расчет что это сидят что это здорово и шуточка надо на днях же это все-таки услышал причем услышал то по радио по телевизору случайно ухом зацепило ученые обнаружили что косточка а я такой дурак и все мы дураки если это правда что семечки уже не про абрикосовые мы говорим кости которые это предупреждает предупреждает опухоль до ядра косточек абрикоса да если кушать а уже про яблони сказали что семечки несут огромную не питательную лечебную сущность я думаю а я так я думал я у меня всех нет правда я же всю жизнь загрузки выкидывал сейчас вы не видели я на кухне яблоки я никогда не выкидываю грузки я первый раз в жизни съел целиком я всегда косточки так это может от жадности или от интуиции наверное хочется думать что от интуиции ну ладно теперь все будем уже не только я сам услышал и вы кроме одного-двух не знаете об этом другое дело где взять эти яблоки кроме отравленных как мне тогда с кем-то наши то ли в германии с кем-то я не дискутировал нет а просто беседовали еще под камеру я еще снимал фильм я не вы знаете я читал что в америке я действительно читал 16 обработок что 40 боже мой ладно на что на это перешли не хотят сеньцами заниматься вырасти как слабонервными ну все поехали вот короче карлики на куску на этих на искусственных ножках цветение абрикосов мая норма в шушенском районе зима почти без тяга и снегопад весной это нас достава если вы поглядитесь вот посмотрите это цветы это вот они смотрите это цветы представляете это думать отдыхать его было вот и вот результат чего это наоборот такая осень вот так бывает зиму ходят но спасибо себе как уже мороз держит так и снова садоводство железо прививки под полетели но бутылками срок месяц это лучшая приживаемость на границе зима весна и продление вегетации как бы на один два месяца в сибири с коротким летом то есть пораньше начали плюс бутылки и там получается в марте уже апрель в апреле мы вот середине лета сколько было мы с вами ходили больше метра это явно это еще на эти надежный рост абрикосы еще мощнее а вам не поверили когда вы сказали что метр вырастает залито это что у них не вырастает а я знаю почему на карлике вот и на черт они нужны ветер упаду и не упали я если с выражаем сто процентов упаду ладно что заслой это не до протокола как меня отправить с трибуны далеко так ну вот примерно так это выглядит под бутылками благодать так вот это вот не хотелось бы портить настроение доиспорше всего шло так сказать оптимистично да вот так появилась эта самая болезнь мы сегодня санны себе мозги свихнули и что получается она не похожа ни на какие болезни но она косит деревья уже сотнями тысяч наши сибирские мы же как от ранее так отказались а их она не берет это фотографии только полукультурки культурки вот а болезнь это на грибы мягко говоря не похожа остается вариант что это за краска заражена бактериальным ну не хочу называть эти все в общем эта инфекция имеет так сказать это инфекция бактериальная вот почему потому что в любом месте дерево может появиться вот такое попытка его замазать и чему видите даже по всем садам шарюсь подряд вот попытка замазать ну и что дальше пошло вот эта штука да страшная инфекция вирусы не вирусы но вы будете разберетесь потом может быть это вечеринской скажете рассказать можно следующее в сибири разразилась эпидемия среди яблок культурных и мы уже захватили такой плацдарм это же это минусинская котловина это вся из яблок яблоками торговали даже с норильском я сам торговал с тувой с этим вот у меня ладно мне инфаркт не хватил в них хватило не так обидно мне сожгли садков а циклисты а если бы сейчас бы он медленно угасал бы и чтобы я делал бы с чем бы бегал с растворами с этими все на химикатами каким-то медным купоросом и толку это болезнь это или бактерии или просто тема поговорить это там скажите ученый мир проворонил страшную эпидемию а так как это касалось а научных садов касалось но их так мало касались с нами любителями что ну развели руками и все это железов это я бывший я бывший специалист по промышленной безопасности железов проводит урок опрыскивания до химикатами со студенткой вуза юрия матвеева привет моя первая савини вторая практикантка вот так я с ней обращался жестоко и все равно я промашку сделал я и рукава не закатал стыдно и на другой фотографии нету все придумал это обработка от тли в этом году вообще не обрабатывал так но эти иначе вам не надо обрабатывать саженцы молодые надо иначе вы останетесь ну задерживается сильный рост сильно болеют от тли тут надо беспощадная борьба с тлею от прочих ничего не делаю за меня работают муравей пример теории практики селекционного клонирования железа почки имеют разную морозостойкость вот так вот не знаю поверят вам если вы скажете что на этом основано в принципе инородная селекция основана но если у кого-то выжило дерево а ведь оно же из одной как правило при это дереве это и почка бывшая так ну выжило опять с нее взяли черенок выжило и вот если 10-20-30 поколений а я просто ускорил этот процесс как смотрите видите дерево практически замерзшая старается продлить свой рот согласны и вот потом она выбросит несколько веточек этому мой дом вот он вот вот домик из запилок так вот это сувенир востока это перед этим были такие выражают что попали на чужие сайты присвоили и наконец дошло до 40 земли барах она собирается умирать но она даст несколько веточек которые я перенесу именно эти несколько веточек и будут следующим поколением почему потому что они будут взяты вот таким образом смотрите в частности все почки и ростовые тоже имеют половые клетки а значит могут быть не подчеркиваю не семенной путь используется в селекции смотрите ниже прививки всего 5 месяцев то есть эта почка дала не просто плод а дала полноценный плод а в нем семечки значит здесь вот она почка была вот получилось и ростовая на двойном назначении и ростовой мощный побег и раз она дала семечки значит она имела половые клетки имела половые клетки смотреть в глаза все значит может использовать для селекции пример издевательства и массовой гибели деревьев слава сми вот это обязательно покажите вот мы проповедуем вот здесь вот распластывается на земле частично попадает под снег так сам себя цитирует внимание то чего должны знать все один звонит постулат приветы деревья изначально и генетически не имеют штампов их искусственное создание путем уничтожения нижних веток от полу метра до метра а тут сколько полтора метра высоконькие люди вот ошибка болезни и бесполезная работа по реанимированию гигантской индустрии по созданию используя до химикатов вот эти вот кто вот это придумал они родили как гора родила не мышь нет она родила монблан из этих самых из лакона все возможно которые ускорители закрепители к корне образователи корни пуск опять же ускорители ядохимикаты добавки эти самые как еще называют в общем вот и эти тоже и вот это все только потому что нормальный саженец к нему не подходишь за все лето ни разу ну удивляешь идешь яблоко уже 100 грамм где откуда ты взял это не подходил к нему хочу там делать а теперь вот это дерево обречено на медленное угасание здесь полсотни только рад страшных и посадка ясно куда ну понятно похороны так это с белоруссии я почему потому что они белорусы к я взял белорусский первый попавший ролик включил это же ролик взял фотографию вот или штампы белорусский ролик они мне чего написала министерство сказали спасибо как стены так вот вам большое но мы с вами не согласны как калечили дальше будут калечить ну перевод на нормальный язык они же не знают что они калечат они говорят что это разумная обрезка вот она они так не не ведут что творят практика железовых питомники мальчим саду таким знаменитым знаменитый а маньчжурский абрикос патриарх железу больше 12 лет назад с урожаем 2000 году 30 ветер вот одна ветка сейчас из 5 веток уже двух нету все таки стареет старик вот 30 ветер было еще тогда а потом по разному было потому что следующий год было ведро всего то есть это не значит что каждый год это переделанный абрикос бывший академик клон курдюмов названный мной в честь выдающегося гражданина россии понятно да ну и чё похож на академик у нас мы с вами уже такие чудес несколько десятков обнаружили так вот несколько десятков а здесь что экзотемная гимонизация что ну раз мы говорим про манджурцы вырастить их очень легко если сфиксировать так как я учу получается такая картинка ну правда большая часть из них была уничтожена не понадобились вот это вот вот это сеянец вот это сеянец да то есть вёдрами плоды уже стали крупнее потому что у него же еще теперь половые партнеры культурные ну не раз в фильмах видели да и вот это вот будущее неубиваемый почему неубиваемый потому что если его посадить правильно то есть прикопка чуть-чуть как я учил косточки дальше убить невозможно доказательства будут ниже а вот они вот это вот сразу пересадка в сентябре вот это с этого тут сильно густо невозможно привить пересадка сильнейшая обрезка так да всю мою жизнь а я таких вырастил тысячи 70 тысяч лично я своими руками ни один не умер не до пересадки не после пересадки уже когда прививка погибала они все равно лезли и лезли уже до земли отрежешь он из земли вылезет вот это такое неубиваемая вещь а как ее можно погубить правильно только гниением ну и теперь пришла весна вот видите они все живы а вот это корни на следующий год такие после посадки вот такие вот как видите так еще я вам показываю вот эту вишню это вишня сибирская штамбовая вот это вишня которую я хранил для науки уже два года лежит в погребе наука молчит это при том что все буквально сговорились даже ученые вишневые сады гибнут молодая свежая кровь чтобы опылить по принципу смешанный сад как у железа так никого не надо вот не верят или не знают или уже некому верить некому знать вот полив полив только дождеванием и душем шарком вот это душарко почему вместо того чтобы поливать это химикатами сильной струей в жару естественно потому что когда дождь это лишняя операция вот саженцы молодые поливаем первый второй год потом уже никогда потому что уже корни достигают того чего надо водоносного слоя а здесь получается обливого помыл не тебе тли ни тебе жуков ни тебе ничего даже полезных и тех смоет ну и а само дождевание я сейчас быстро собирался снимок не нашел потому что вот этот вебинар я хотел назвать знаете как все случайным человек едет нужны деньги нужны на поездку потому что никто переносировать никто не собирается вот и нужно еще и скорость быстрее надо сделать доклад еще убедить что полив только дождеванием капельный полив это настолько сложный серьезный неполноценный потому что невозможно рассчитать сколько подавать капель вот и это неестественно даже для дерева и в результате альтернатива дождевания это когда сверху сразу можно организовать насос ну сто раз вам показывал сейчас торопился не нашел насос вверху на высоте метров пять шесть на жерде вертушка или улитка вот и сразу вот такой участок можно поливать но это ничего что будет поливаться трава будет хорошо расти вся эта трава в скоростном виде это готовое удобрение через год-два она будет вся перетащена вниз проверял норы и она так будет гнить и тем более будет гнить под землей насыщая ее и насыщая корни удобрениями там идет сложная цепочка но я боюсь называть термины сейчас отключите компьютеры программа с из объем на два кон и Продолжение следует...